Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Весинская и сегодня мы заказали на сайте Darknet мистический квест с Майклом Майерсом. Но режим игры будет называться режим призрак. Многие, кто играют, знают, что режим призрак означает то, что сам Майкл Майерс не будет видеть нас, а мы сможем его рассмотреть поближе. Этот режим позволяет нам быть ближе к мистическому персонажу, к такому, как Майкл Майерс. И в то же время у нас также есть всего лишь 10 минут на то, чтобы выполнить этот мистический квест. Майкл Майерс будет ходить по нашему дому и, возможно, всячески мешать выполнять нам задание. Но игра уже началась. Майкл Майерс принес молоток с цифрой П. Итак, меня снимает мой оператор Дима. Он тоже вместе со мной участвует в этом мистическом квесте. Дим, смотри, значит, Майкл Майерс принес какой-то молоток. В этот раз все будет немножко по-другому. Дело в том, что Майкл Майерс будет присутствовать здесь, в этой квартире. Понятно? Вместе с нами. Итак, первая какая-то буква, буква П. Я не знаю, к чему. Короче, здесь буква П. Я не знаю, что дальше искать. Видимо, надо искать какие-то буквы. Как-то надо делать. Надо его искать. Итак, ребят, я слышу, что Майкл Майерс сейчас во второй комнате. Первая буква у нас здесь. Значит, вторая буква во второй комнате. Итак, мы видим, как выходит Майкл Майерс. Но мы не забываем, что мы заказали мистический квест в режиме призрак. И Майкл Майерс нас не видит. Но зато мы можем видеть то, что делает Майкл Майерс. Смотрите, он что-то взял в руки и положил на стол. Это еще одна буква и еще один какой-то предмет. Майкл Майерс опять ушел в комнату. Давайте его закроем. Итак, буква Т и какой-то инструмент. Ребята, я даже не знаю, что это за инструмент. Но я поняла, что нужно искать какие-то буквы. Итак, Майкл Майерс опять идет. Итак, ребят, у нас две буквы П и Т. Ребят, мы следим за Майклом Майерсом, который стоит. Итак, он что-то ищет. Он куда-то пошел. Итак, здесь что-то есть. Он показал, что здесь... Не знаю, здесь какие-то прутья. И еще одна буква, буква С. Я не знаю, что это. Это, по-моему, это перетягивают, когда берут кровь из вены. Это жгуты. И не знаю, у меня что-то кажется, что это какие-то медицинские, что ли, вещи все. Надо соединять все время, посмотреть, что... Соедините... А сколько будет букв? Кто знает? Эти предметы я складываю здесь на белый пакет, чтобы не запутаться. А буквы я складываю здесь. Получается, Дим, ты считаешь, что из букв нужно составить слово. СПТ пока из них невозможно соврать никакого слова, потому что здесь нет ни одной гласной. Майкл Майерс привез нас на кухню. Что-то здесь есть. Ирина, что он здесь составил? Я не знаю, он показывал здесь что-то на чайник. Здесь еще какие-то предметы, еще одна буква. Также он показывал здесь, за банками. Здесь тоже предметы, тоже буква. Теперь, наверное, можно составить слово. Мы берем эти предметы и идем обратно. Предметы я положила здесь. Я не знаю, что это за предметы. Это хирургические предметы. Здесь буква. Можно уже составить слово. Что-то, что-то, что-то на словах. Не знаю. Сипот. Нужно думать. Так, он право не трелся. Пи. Где Майкл Майерс? Псиот. Я не знаю, псиот. Я не знаю, где Майкл Майерс. Он в этой комнате наверно. Давай посмотрим здесь. Псиот. Псиот. Майкл Майерс идет прямо на меня. Итак, Майкл Майерс стоит на колени. Начинает делать какие-то непонятные движения. Наклоняется. Он взял книгу. Так. Там какие-то предметы. Отлично. Теперь мы знаем, где еще буквы. Значит, есть еще буквы. Еще он где-то там что-то спрятал. Так. Майкл Майерс оставил здесь предметы. Один вот в этом конверте. Что там может быть? Не знаю. Какие-то железки. Буквы там нет. А, есть. Буква А. Что, блин? Получается что-нибудь? Не знаю. Нет. Слово не получается. Он еще здесь что-то показывал. Здесь была какая-то книга. Вот в этой книге. Шприц и буква. Шприц и буква. Там детская чему пропала. Я не знаю. Еще он вот здесь что-то залазил. Что это? Еще одна буква. И еще один предмет. Что это за предмет? Что это? Вата. Буква Б. Итак, смотрим. Здесь у нас медицинские предметы. Это шприц, иголки, сверла. 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 Кушу молоко. Еще молоток. Я не знаю. Это для операций. Для каких-то операций. Но, видимо, эти операции на костях. Потому что такие огромные... Как они называются? Я не знаю. Это обычно такими мозг вскрывают. Делают трепанацию мозга. Слушай, это для операции для лоботомии. Смотри, это ручное сверло. Это для операции на голове. Чтобы вскрыть черепную коробку. Видимо, слово связано как-то с этим. Кому делают такие операции? Больным. Раком мозга. И еще людям больным с какими-нибудь психическими отклонениями. Слушай, это псих. Псих? Пси. Псих слово получается. Псих. Псих. Да. Не просто псих. Еще остались буквы. Пси. Псих. Психопат. Психопат. Майкл Майерс загадал свой же диагноз. Да, Майкл Майерс психопат. Я думаю, что именно это слово было загадано мистическим квестом, который мы заказали в Даркнет. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч в новом мистическом квесте. Пока. Психопат. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok